Восхождение на вершину горы Сокол, открытие скульптуры туриста, показательное выступление и юбилейный съезд. В Судаке с размахом отметили 120-летие спортивного туризма России. На празднование в Крым съехались активисты и именитые путешественники практически из всех регионов нашей страны. А все для того, чтобы обсудить перспективы развития любимого дела. Подробности у наших корреспондентов. По крутым тропам гору Сокол отправились покорять более 150 путешественников буквально со всей России. Поднимается вверх и Николай Деменев. Спортивным туризмом занимается с юности. Самый долгий его поход длился почти 40 дней. За это время он преодолел более полутысячи километров. Альпинизм занимаюсь, сквознанием, ну и туризм различными видами. Хожу на лыжах, сплавляюсь по рекам, в горы хожу, пешком хожу. За 40 лет спортивной карьеры он покорял горы Киргизии, Казахстана, Грузии и Армении. Поэтому для путешественника сегодняшняя дистанция окажется легкой. Маршрут достаточно простой. Это тропа, прогулка. По сложности я не думаю, что он будет какой-то категории. Потому что все маршруты по категориям. А в основном просто очень красиво. Тут великолепные виды. Три часа и судак как на ладони. Здесь, на вершине горы, в память опавших на фронтах Великой Отечественной войны советских бойцах, туристы развернули георгиевскую ленту длиной в 70 метров. Особенность крымских гор в их разнообразии и отсутствии постоянных ледников. Здесь можно проводить и однодневные пешие прогулки, и скальные восхождения. Маршрутов, которые значатся на картах, которые выпускались во все предыдущие годы, их около трех десятков на самом деле стандартизованных маршрутов, помеченных на местности. Несмотря на то, что именно в Крыму зарождался спортивный туризм, с советских времен он потерял свою популярность. Как вернуть ему былую славу, уже знают. Для того, чтобы сэкономить бюджет республики, нужно по максимуму использовать потенциал инвесторов. Безусловно, это обустройство маршрутов, безусловно, это реклама. Это и организации, которые будут принимать в этом активное участие для привлечения туристов. Ну и, конечно, это тот сервис, который мы должны организовать. В честь юбилея в Судаке открыли памятник туристу. Создавать эту знаковую скульптуру доверили крымским кузнецам. Человек, лицо, для меня это очень сложно. Я делал маленькие вещи, а большую вещь я делаю первый раз. На праздник спорта и туризма съехались сотни любителей активного отдыха со всей страны. Выдающийся путешественник России Владимир Чуков тоже здесь. Это первый человек в мире, который четыре раза достигал Северного полюса на лыжах. После всего, что видел, советуют всем следовать его примеру и не бояться покорять новые вершины. Я очень хорошо знаю. Молодежь, она глупости начинает делать, когда некуда энергию излить. А вот туризм, тем более вот такой, как здесь, самодеятельный туризм, спортивный туризм, это классная отдушина. Сейчас российский турист предпочитает Крым другим местам отдыха. А чтобы процесс был комфортным, необходимо создавать соответствующие условия. Это, прежде всего, обеспечить помещение. Необходимо создавать станции юных туристов. И у нас есть понимание с руководством республики. В этой связи я уверен, что в Крыму со спортивным туризмом все будет хорошо. Лидеров в области спорта и туризма отметили наградами и кубками. Юбилей спортивного туризма отметили действительно масштабно. Четыре дня участники из разных регионов России провели с пользой, знакомились, обменивались опытом и обсуждали перспективы развития туризма. Поучиться друг у друга есть чему. Поэтому встреча путешественников здесь, на полуострове, стала началом большого пути. Елена Бережна, Алексей Романов. Время новостей. Судак.